Итак, друзья, всем добрый день! Сегодня я вам покажу свой небольшой заказ из компании Арифлейм. И давайте начнем. Первое, конечно, что я хочу показать, это вот такой вот гель для душа. Это новинка с огурцом и зеленым чаем. Раньше уже были такие баночки, они очень удобные. Это концентрированные гели. Здесь у нас 250 миллилитров. Из этой же серии второй гель для душа. Это у нас кокос и масло какао. Раньше был такой именно шампунчик. Он и сейчас есть в коллекции компании Арифлейм. Ну, а теперь можно порадовать себя и непосредственно гелями для душа. Следующий товар, который был также куплен, это, конечно же, новинка обновленная. Эксфолиант мыла для тела с малиной и мятой. Вот так выглядит сам брусочек мыла. Он достаточно толстенький. Вот, вы можете даже видеть, как это все сделано красивенько. Очень приятно пахнет. И вот решила я тоже заказать себе такую новинку. Следующее средство это серия Feminelle Black Urine and Lotus Flower. Взяла тоже по скидочке. Очень мне нравятся эти средства. Намного они эффективнее, чем магазинные средства. Следующее средство, которое я приобрела, это у нас тушь Be Clash Mascara. Не буду ее пока открывать. У меня такая же есть, открытая. Очень мне нравится эта тушь. Она у меня уже практически заканчивается. И я взяла себе на смену такую же. Очень мне нравится этот продукт. Следующее, это, конечно же, по хорошей акции, по скидке. Я взяла тональную основу The One Aqua Boost Foundations с SPF 20. Я сейчас вам покажу свои тональные основы, которыми я пользуюсь. Также от компании Ariflame. Мне нравится этот продукт. И я, честно хочу сказать, он очень экономно используется. И поэтому я уже третий раз покупаю именно в компании Ariflame. Сейчас, на данный момент, конечно, сейчас камера немножко засвечивает сам продукт. Он выглядит не так. Вот, я сейчас попробую затенить немножко область засвеченную. Но не получается. Но не суть дела. Ладно. Это не столь важно. Следующий продукт, который вы видите, который у меня сейчас как раз-таки в использовании и тоже заканчивается. Это у нас тональная основа Giordani Gold Pure Euphoria Foundation. Это, по-моему, одна из последних новинок, которая вышла в коллекции Giordani Gold. Я этой тональной основой пользуюсь уже больше, чем, как бы мне не соврать, но больше четырех месяцев точно. Даже, по-моему, больше полугода. То есть она очень экономично используется. И у меня осталась тональная основа здесь совсем чуточек. Это как раз-таки из коллекции Illuskin Aqua Boost. Здесь у нас оттенок, сейчас я вам скажу точно, натуральный бежевый. Он, конечно, немножко сейчас засвеченный, но он, конечно, темноватый. Его использовать бы, несомненно, летом, когда кожа уже немножко загорит. И как раз-таки можно его использовать. Поэтому я оставила совсем здесь чуть-чуть на лето. Сейчас я пока использую вот эту вот тональную основу. Я сейчас попробую показать консистенцию, если получится. В этот раз я заказала Aqua Boost в оттенке ванила нейтраль. То есть, по сути, это даже, знаете, немножко светлее. Не знаю, вот сейчас видно вам, наверное, чем вот этот вот оттенок у Giordani Gold. У Giordani Gold я заказывала оттенок ваниль. И она идеально практически подходит под тон моей кожи. Я хочу сразу сказать вообще про тональную основу Ariflame. Вот Giordani Gold, вот именно вот эта тональная основа, ее можно использовать абсолютно без пудры. Ну, конечно же, я использую матирующие салфетки. Да, если, допустим, в помещении слишком душно, конечно же, кожа в некоторых местах лица начинает жирнеть. Вот. Но в основном это достаточно увлажняющая, сияющая основа, которая не требует, в принципе, пудры вообще. Так что эта тональная основа очень хорошая. И на лето, как раз таки, вот повторюсь, я взяла себе Aqua Boost. Она мне тоже очень нравится. Надеюсь, что оттенок также подойдет. Но давайте посмотрим оттеночки сами. Я потом здесь вставлю фото самих оттенков, так же, как и губной помады, которую я вам сейчас покажу. Я тоже новиночку взяла, чтобы вы могли посмотреть разницу в оттенках. Давайте пока пойдем дальше. И последний продукт, который был также заказан, это у нас помада из серии One Color. Сейчас я вам скажу оттенок. Это у нас матирующая губная помада Beauty Plum. Не помню, как точно в каталоге называется, но это связано со сливой. Оттенок сливовый должен быть. В принципе, сейчас камера правильно передает цвет абсолютно. И вы можете видеть саму помадку. Серия One Color меня, в принципе, радует. Я сейчас обязательно сделаю все свотчи, даже, наверное, именно на камеру, чтобы вы могли все посмотреть. Серия One Color меня очень радует. У меня в коллекции несколько помад из этой серии One Color. И также есть из коллекции The One. Это у нас увлажняющая стойкая помада. И помада из серии The One, также Irresistible Touch. Это у нас блеск для губ. И сейчас я вам все продемонстрирую. И самое главное, что я хочу сказать. У меня вот эти три помадки, они заканчиваются. Там буквально осталось на пару штрихов. Вот, пока я взяла одну помаду, потому что у меня еще, в принципе, есть помадки других компаний. Вот, но, конечно же, будет, если хорошая скидка, я обязательно себе возьму еще больше. Итак, поехали. One Color Beauty Plum. Это у нас тоже One Color Shimmer Lipstick Twinkle Red. Это у нас оттенок Cream Lipstick Cherry Cocoa. И помада The One Forever Plum. Ну и сам блеск Resistible Touch. Сейчас я вам тоже покажу. Это у нас оттенок High Shine Lipstick Charming Rose. И, как вы можете видеть, вот те самые оттенки. В принципе, сейчас камера верно передает цветовую гамму, наверное, на 90%. То есть, вы можете видеть, какие оттенки я, в принципе, очень люблю. Это, конечно же, красный. Стараюсь всегда иметь в своей косметичке. Конечно же, это сливовые оттенки, либо винные. И оттенки такой, вы знаете, розы. То есть, это может быть какие-то там бледные оттеночки. Например, какой-нибудь туман, да, либо вот Charming Rose. Это то, что самое, как цветущая такая волшебная роза. Вот такие вот оттеночки помад. Что хочу про них сказать. Вот эти помады очень вообще стойкие, хорошие. И они стоят недорого. И вообще, в принципе, даже если вы употребляете пищу, там пьете напитки, конечно же, они остаются на стаканах, кружках. Вот. Но при этом они съедаются не быстро. То есть, в принципе, их можно губы подкрашивать в течение дня. В основном контур, конечно же, помады остается. И оттенок пигментный вот этот вот, да, он у вас находится на губах. Так, ну и давайте посмотрим сами оттенки тональной основы. Сейчас я попробую продемонстрировать их на другой руке. Сейчас я попробую продемонстрировать. В принципе, смотрите, наверное, даже фото не буду делать. Сейчас очень хорошо видны оттенки именно тональной основы. И сейчас как-то так солнце даже зашло немножко. Вот. Вы можете видеть оттеночки. Конечно, все равно немного засвечено. Но это не страшно. Я сейчас пользуюсь, как вы понимаете, вот этим вот самым крайним оттенком, который немножко светленький, темненький посередине я буду использовать летом. И вот этот оттенок новой тональной основы, он немножко, конечно же, выбеливает. Но он сейчас не такой белый, как вам кажется. Конечно, по факту он чуть светлее, чем этот оттенок. Просто он вот так вот, если закрывать немножко свет, вы можете видеть, какой действительно реальный оттенок. То есть он не такой белый. Ну что ж, в принципе, все. Это весь мой заказ из компании Арифлейм. Продолжение следует...